Про молитву и лисичку из Пролога В Египте, где в глубокой христианской древности было много великих монастырей, один монах дружил с неученым бесхитростным крестьянином Феллахом. Однажды крестьянин сказал монаху, «Я тоже почитаю Бога, сотворившего этот мир. Каждый вечер я наливаю в миску козьего молока и ставлю его под пальмой. Ночью Бог приходит и выпивает мое молочко. Оно ему очень нравится. Ни разу не было, чтобы в миске хоть что-нибудь осталось». Услышав эти слова, монах не мог не рассмеяться. Он добродушно и доходчиво объяснил своему приятелю, что Бог не нуждается в козьем молоке. Однако крестьянин упрямо настаивал на своем. И тогда монах предложил в следующую ночь тайком проследить, что происходит после того, как миска с молоком остается под пальмой. Сказано, сделано. Ночью монах и крестьянин затаились неподалеку. И при лунном свете скоро увидели, как к миске подкралась лисичка и вылокала все молоко дочисто. Крестьянин как громом был сражен этим открытием. «Да», — сокрушенно признал он, «теперь я вижу, это был не Бог». Монах пытался утешить крестьянина и стал объяснять, что Бог — это дух, что Он совершенно иной по отношению к нашему миру, что люди познают Его особым образом. Но крестьянин лишь стоял перед ним, понурив голову, а потом заплакал и пошел в свою лачугу. Монах тоже направился в келью, но, подойдя к ней, он с изумлением увидел у двери ангела, преграждающего ему путь. Монах в страхе упал на колени, а ангел сказал, «У этого простого человека не было ни воспитания, ни мудрости, ни книжности, чтобы почитать Бога иначе, чем он это делал, а ты со своей мудростью и книжностью отнял у него эту возможность. Ты скажешь, что без сомнения рассудил правильно, но одного ты не ведаешь, о мудрец. Бог, взирая на искреннее сердце этого крестьянина, каждую ночь посылал к пальме лисичку, чтобы утешить его и принять его жертву». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok